А еще такая лень и тси куда-то. Научился, кстати, показывать язык. И салатик с лучком обязательно. Мы два лета здесь просто парились. И потом открываешь, и боже, сколько у меня дел! И не делится, представляете? Буду Арима на вас облить. Маму-маму-маму-маму-маму-маму-маму-маму-маму. Всем доброе утро. Ешь тебе сказали. Ешь. Семочке понравилось мое смузи-банан. Кунжут. Сам открывает рот. На пюрешки, вот эти, что нам дают. Ну, вот эти магазины. Он не хочет их есть. Видимо, ему невкусно. Да, Темка? А такое вкусно! Я ему процедила, и все. Классно. Вкуснятина. А я выморзался. Ну, что? Вот так вот. Вова его кормит. Я сейчас сяду пока время. О, видите, ротик открывает. Сяду пока время, я видео поделаю. Так что, всем приятного аппетита. Вова тоже попросила. Вот я сделала себе ему. Ему ноги убрал. Хотела такой снять, как он сидит. Прикольно. Не успела. В общем, с любимой сегодня дома. У нее такая олень. И не идти куда-то. В общем, мы решили с Ариной тут договорились посидеть сегодня дома. Может, на улицу сходим вечером с Вовой? Ну, не знаю. Я не пойду никуда. Ну, без тебя уже посмотрим. Может быть. Потому что тут, тут же зайка. Мы тут, в общем, смеялись с Ариной громко. И Темочка нас заплакала, испугалась. У нас такое было с Артуром тоже пару раз, да? Бывает у нас такое очень что-то смешное. Мы гогощим сильно. И пугаются, боже. А кто-то сидит такой малыш большой. Ногами тут игрушки разбрасывает. И только что хотел кусачку достаться. Отвести где она спряталась. Только что от него ускакала. Ты представляешь? Ей, Артур, есть руками. Ага, молодец, Артур. Какая кусачка хитрая. Ух ты. Все, мы это выполнили. То есть даже не надо было. Я хотела убить. Класс. Тема, где твой банан? Что ты кушаешь? Что ты кушаешь, Тема? Уже ничего. Язык показан. Научился, кстати, показывать язык наш Тема. Да? И кушает банан. В этой штуке Нибблер это называется. Нибблер, да? Не надо себе ноги вымазывать банан. Одну штуку он уже такую съел. Это вторая порция. Да, Темка? Вот так. Вот так, кушай. Всем приятного аппетита. У нас обеда, ужин. У нас, хотя что, ужин. Но все равно мы еще есть будем. Седьмой час, да? Вот, у нас такая вкусняшечка. Доедаем, да и наконец-то котлетки эти. Фарш, четвертый день вообще прекрасно все чувствую. Картошка. Молодая и салатик с лучком обязательно. А дочек тоже там что-то ест. Ну, вкуснятина, короче. Так получилось, что у нас сегодня только завтрак был в десять. А теперь у нас обеда, ужин. Да. Когда в конце углиняются ноги. Мы ждем в своей очереди. Папа ест и мы ждем. Да, Темка? Потом мама будет есть и видео садится делать. А вот так вот бывает, да. Еще семи часов нету. Все заснули? Все спят. Как-то неожиданно. Очень неожиданно. Как-то все Арина не спит. Ну-ка, быстро спать. Давай, чтобы все дети спали. Ты же тоже дети? Да, ты тоже дети. Так, что спи, давай. Сейчас я буду спать. Видишь, под одеялом. Представляете, в жару сидит. На втором этаже, где жарче всего. Под одеялом. Там лежит ребенок. Там кондиционеры будут. Вы знаете, что кондиционер при плюс 30 и при вечно солнечной комнате это просто спасение. Это наше спасение. Как мы раньше без него жили? Мы два лета здесь просто парились, как в бане. Мы с Ариной с ума сходили. Это кошмар. Мы терпели. А Артур родился, он перестал спать. Да, он начал хныкать, капризничать. Это еще весна. Уже жарко было, душно. Поэтому мы купили, пошли. Кондиционер. Пошли и купили просто взять. Ну и, конечно, пришлось. Расходы были большие, но пришлось просто взять. И все. И все. Зато сейчас классно. Ну что, какие планы? Дети спят? Надо заняться делами. Какими? Какие у тебя дела? Не знаю. Я еще не вспомнил. Надо мой ежедневник открыть. Такую программку нашел на Майкрософте. Как она там называется? Туду. Да, записываешь. Ну, обычный ежедневник. Записываешь, что нужно сделать. И потом открываешь. Боже, сколько у меня дел. Да. Когда что делать? У тебя еще одно дело есть. Какое? Помыть посуду сходить. Нет. У меня. А, зажили все пальцы, да? Все пальцы зажили. Иди мой посуду. Нет, мазаться уже. Да. Ну, а мама ездила. Всегда. Причем. Я пойду чай себе сделаю. Черненького. С пирогом. А я буду сейчас сделать видео и кушать семечки с солью, которые не ела уже несколько дней. Соскучилась прям. Ну да, вот когда долго что-то не ешь. Вот прям у меня это обычно проскакивает с Кока-Колой. Я могу Кока-Колу не пить там уже полгода. Да, Вова очень любит Кока-Колу. А потом ее не пьешь, не пьешь, не пьешь, не пьешь. А потом так в охотку в магазине возьмешь холодненькую. Она такая вкусная. А на следующий день уже все. Уже невкусная. Я не знаю почему. Это первые несколько глотков. Все. Потом уже на автомате ты пьешь. Вообще интересно. Допиваешь. Вот именно хочешь сильно. Вот. Вот это интуитивное питание, Вова. Что хочешь, то ты должен выпить или съесть. Ну, очень вкусно. И тогда ты насытишься. Да, интуитивная жизнь. Я хотел машину, сел и уехал. Стоять будет какая-то. Идешь такой, бум, это же моя машина. Да, я не мечтал. Да, моя мечта, моя машина. Короче, тут одна из из нас в Солигорске ездит. В Солигорск. И в Минске мы видели одну, наверное, или две. Ну, редко они. Это моя мечта, такая классная. И вообще только для Японии, для внутреннего рынка делаются. Поэтому здесь они редкость очень большая. Короче, минивэн, белый минивэн, Тойота. Альфард. Альфард. Очень классная машина. Я хочу себе. Ну, делается для Японии, и чтобы его получить, это надо... Короче, целую процедуру пройти. Получить чуть ли не японское гражданство. Купить ее на аукционе в Японии. Но они и такие интересные. Конечно. Очень классная. Другую не хочу, хочу эту. Мама тут работает в поте лица. А кое-кто собрался кушать. Вкусное. И в одно лицо, между прочим. Это у нас мираж. Нету тут никакого пирога. Забудьте о пироге. Забудьте о пироге. Ты его спрятала, его не видно за кружкой за твоей. В общем, Вова пьет чай с пирогом, который мы ему любезно оставили. И не делится, представляете. Арина тут только что спрашивала. Мама, что есть поесть вкусненько? А я говорю, пришлось ответить дочке. Ничего. Вот так. Да, представляете, какое же одебано. Все. Ну да, шутка, конечно, была. Мы уже действительно свои порции уже съели. Ну все, у меня дело продолжается. Что за кипиш в ванной? Что за кипиш в ванной? В общем, мама тут в перчатках. Буду Арину на вас убрить. Не надо. Шутка, конечно. Мы отращиваем. Я их и то концы на днях обрезала. Вот такие, наверное, как она в шоке была. Вот, смотрим. Оттенок вот этот вот зеленоватый. Ну, плохо видно, ладно. Ну, вообще, я показываю. И здесь осталась эта краска. Полтюбок эта краска. Сейчас прошло два дня. Сейчас покрасим. Ну, вы понимаете, да, какой цвет должен был получиться? В итоге зеленый какой-то. Ну, ладно, будем краситься. Время. Будешь с ним сидеть до утра. Блины. Чай. Где мои блины? Тут три штуки. Три штуки тебе выделила. А то пирог с ним заточила один. Так, так, что тебе только три блины. Вот. Детки спят. Они легли рано сегодня. У Наринка. Сушит волосы. По-моему, стало очень красиво зеленое. Зеленый цвет. Странно почему-то. Почему не синий? Если на краске синий. Ну, вот так. Приятного аппетита. Ну, что? Что тут видно у нас? Ничего не видно. Но мы заметили, что она стала ярче зеленая. Завтра на солнышке будем смотреть. Ну, прикольно. Вот у нас уже такое время. Уже поздно. Дети наши до сих пор спят маленькие. Сейчас я сажусь. Ну, до сих пор я сейчас сажусь видео делать. Ну, в общем, как обычно. Не, хотя не как обычно. У меня вообще много разных дел. Я могу и сшить. Что-то своими руками мастерить, если надо. Но пока этого у меня нет. Пока у меня видео на первом плане. Что ты можешь? Я могу много чего делать. А что ты тогда делаешь? Я могу играть в одну игру. Могу в другую. Могу в треть. У меня игр очень много. Он первые. Класс. Класс. Его мечта зарабатывать деньги, играя в игры. Помните мультик «Гэтки Я-2»? Вот там мальчик такой был. Я думаю, все мальчишки об этом мечты. Ну, не все же играют в игры. Не, раньше мечтали космонавтами быть. Теперь стримерами все. Вот так вот, да. Ну, все. Будем прощаться до завтра. Арина, мы тоже с тобой прощаемся до завтра? Да? У меня кунжутом пахнет. Кунжутом? Я знаю. Вот я тут с фонариком хожу, потому что у нас темно. Мы боимся вообще детей разбудить. Пускай лучше спят. Надо было выключить. Ого, как темно у нас. Вот так вот у нас темно. На улице еще не совсем темно, но уже почти ночь. Вот поэтому пожелаю нашим зрителям что-нибудь. Не хочется желать ничего банального, конечно. Но все-таки самое важное на сегодняшний день, я считаю, самое важное. Раньше я, как все, говорю, там счастье, там здоровье, любви вам, ребята. Ко всем и к себе. Не забывайте любить себя. Ну все, до завтра. Я надеюсь, мы все-таки встретимся завтра.